В правительстве Чуваши очередное назначение, должность министра физической культуры и спорта занял Михаил Багаратов. Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности. С новым руководителем ведомства встретился глава республики. Приставка исполняющей обязанности формальность. Долгое время Михаил Багаратов проработал в структуре Минобороны. Чтобы получить портфель министра, необходимо оформить ряд документов. Я обсуждал разные кандидатуры, советовался с спортивным сообществом, лидерами, чемпионами. Отзывается хорошо, поэтому с учетом того, что форму 2 надо оформлять, я сейчас вас не могу сразу назначить. И в адрес я уже делал предложение, чтобы вы возглавили это министерство. Согласие письменно есть, все процедуры соблюдены. Большое спасибо за то доверие, которое мне оказано. Я его постараюсь в полной мере оправдать. Вы правильно сказали, что чуваши с большими традициями спортивными. Последние три года Михаил Багаратов руководил Федерацией футбола. Этот вид спорта становится востребованным, особенно после чемпионата мира. Всплеск и бум футбольный, и в частности в нашей республике. То есть очень много ребят детского и юнорского возраста приходит в секции, желающих заниматься. Также и взрослые, и ветераны. Ну, сейчас просто большое желание заниматься им футболом. Рассчитываю на то, что с вашим приходом у нас еще лучше будет на территории республики по занятиям физической культуры и спорта, с учетом поставленных задач президентом Российской Федерации. На первый план выходит и подготовка чемпионов. Как добиться в спорте успеха Михаилу Багаратову известно. 20 лет он работал главным тренером команды внутренних войск МВД России. На уровень выше в республике должны подняться хоккей и футбол. Сейчас вот передовые позиции у нас занимает химик, поселок Вурнары. Они являются чемпионами Приволжья в большом розыгрыше, являются обладателями розыгрыша Кубка Приволжья, являются чемпионами республики. Так что основы есть для того, чтобы совершенствоваться. Крайне важная задача – поддержка спортивных школ. Для хоккейных команд республики приобретут клюшки, произведенные в России, но ничем не уступающие раскрученным западным брендам. Эту инициативу Михаил Игнатьев озвучил нашей съемочной группе на товарищеском матче между правительством региона и госсоветом. Касаясь детско-юмерческих спортивных школ, мы обеспечиваем, оснащаем их инвентарем, спортивным оборудованием. Поэтому энное количество мы купим за счет бюджета Чувашской республики. В этом я ответственно говорю, подчеркиваю, зачем нам покупать иностранные клюшки. В этой конкурентной среде есть достаточно практически на сегодняшний день выбора. Поэтому каждый праве выбрать свой вариант. Но мы должны максимально информировать и предлагать – покупайте российское. По теме импортозамещения можно сказать, государственную задачу, поставленную президентом России, нашим национальным лидерам, любителям хоккея, это уже и в наших руках. Команды правительства и госсовета играют в хоккей регулярно, показывая пример другим. Республика ставит перед собой новые задачи. Через 4 года в спорт должны быть вовлечены не менее 55% жителей Чувашии. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика.